Береговая линия центрального пляжа протяженностью 500 метров сегодня чистая. За последние несколько дней с берега вывезли около 30 тонн выброшенных морем бытового мусора и веток. Шторм продолжается до сих пор. Выброс комки был приблизительно 4 дня назад. Каждый день выбрасывают в море большое количество бытового мусора, комки. И ежедневно мы проводим уборки. За ночь где-то вывозим 30 прицепов бытового мусора. Конечно, осенью пляжи Анапы не так многолюдны, как в разгар сезона. Но оставлять золотые пески без внимания нельзя. Даже в межсезонье море привлекает на курорт сотни гостей. Мне очень нравится. Первый раз я такой вижу. Шикарный пляж, конечно, не мусора. Там чистота, порядок. Облагорожен пляж. А ведь уже конец октября. Сегодня 17 октября. Вы знаете, вот эта часть хорошо убранная. Мы идем от начала, вот от центрального пляжа. Там еще работает непочатый край. А здесь очень чисто, здесь хорошо. Критику о состоянии лечебного пляжа, арендованного частником, на планерном совещании высказал и исполняющий обязанности главы Анапы. С арендаторами нужно работать, говорит Юрий Поляков. Обратите внимание, за санитарным состоянием центрального пляжа он круглый год должен быть чистым. Круглый год. И урез, урез до самого Витязева, Ерокин, он должен быть чистым. Наверное, помните, когда зимой, даже в морозные дни, там тысячи людей, отдыхающих, сотни ходят вдоль моря, просто отдыхают, когда хорошая морозная, солнечная погода. Везде должно быть чисто. Не дай бог, придет какая-то жалоба. Раз. Если кто-то не убирает, пожалуйста, Ерохину, пусть он этим вопросом занимается. Муниципальному контролю, управлением по санаторно-курортному комплексу и торговле напомнили. 1 ноября истечет срок поручения Юрия Полякова об освобождении пляжей от незаконных конструкций. Продолжение следует...